Поливает, друзья, потекли потоки по Видеозиво. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Говорят, что по прогнозу погоды у нас было 20 мм осадка, но благодаря ветру снесло и будет всего лишь 10 мм осадка. Очень хочется, чтобы без подтопления. А я вас всех приветствую. Зовут меня Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться на канал. Итак, сегодня мы вечером приглашаем вас на трансляцию. Будем готовить какую-нибудь рыбу. Хотелось бы скумбрию, но Видеозиво не знаю, найду сейчас я что-то или нет. В общем, еду искать какое-то блюдо. Только что заезжал к Артурику, к Горику. Привет, сидит он сейчас у него. Дай бог, чтобы у них там было все весело и прекрасно. Смотрите сториз в Инстаграм. Я туда именно все такие маленькие моменты выкладываю. В общем, очень бы хотелось скумбрию. Но Артур вообще сказал, Юра, бери любое. Какое возьмется, такое и пожарится. Ну, и вместе с вами сейчас попробуем посетить несколько магазинов. Один из первых, я думаю, что будет вот у нас здесь, на улице Горька. Магазин фасоль. Здесь бывает очень часто, разнообразная черноморская рыба и не только. Кумбрия есть, примерно одна штучка, 88 рублей выходит. Мы берем пять штучек, каждому по одной. И одна запасная, так как у нас будет четыре человека. Я думаю, что достаточно. Еще одну иглу мороженую. 76 рублей вышло. Есть еще пеленгаз, но я пеленгаз не знаю. Вот после заморозки, как он будет на мангале, потому что рисковать не буду. Мы поедем еще в один магазин, посмотрим, есть там свежие. Получается пять таких, одну такую и еще что-нибудь еще намотить. Итого получилось, что у нас 434 рубля купил. Вот это рыбки. В принципе, нам хватит. Ну, ради интереса доеду. У нас еще один рыбный магазин есть, видите, зила. Посмотрим, может, там что-то есть из морского. Я бы тоже взял, по-на-мангальчику пожарю. Для вас разнообразие, что-то интересное, чтобы вечером посидеть. Вы, кстати, также пишите блюда, потому что скумбрия, это из вашего комментария. Кто-то нам написал, предложил, вот мы все подумали. Довольно-таки угрюменькая такая погода. Говорится, что нам делать? Будем, значит, готовить. Видите, зила, практически никто по улицам не ходит. И много-много воды. Мы сейчас двигаемся по улице Черноморской, едем до Лиманной. Там именно находятся рыбные магазины. Здесь в районе улицы Победы у нас стабильно вообще. Огромнейшая лужа. Все еле-еле лезут, как черепахи. И многим далее. Видите, тут какой-то облик и магазин рыба. Именно сюда мы сейчас припаркуемся. Давайте мне его сделайте. Вот пеленгасик я тут нашел. Нет, вот большую-большую. Вот эту и еще одну давайте большую. Две штучки надо будет большей. По 260 рублей килограмм пеленгаса. Свеженький, говорят, сегодняшний. Здесь в Кумбре, короче, ребятки, было побольше. По 290 рублей. Да, я вижу ее. Жалко, что. Взял уже заранее, но ничего страшного. Теперь все, можно двигаться дальше. 400 рублей я еще потратил, купил два пеленгаса. Должно быть вкусно. Я никогда пеленгаса не делал на мангале. Надеюсь, что попробуем вас удивить. Вот реально вспоминаю свою молодость. Раньше здесь, видите, всего просто там тапочка в пол, едешь там. Сейчас еду 40 и быстрее не хочется. Старею, походу, ребята. Бефец, как старый из-под правости заветно. Подъезжаем к параллели. Самый большой вопрос как здесь. Потому что, видите, речка справа течет небольшая такая. Здесь с левой стороны посуше. Но, ребята, о чудо, чудо чудное, о диво дивное. Если мы там видели много больших луж, то здесь суп, ну, может быть, чуть-чуть. Обычные лужи во время дождя. И, собственно, больше ничего. Это великолепное. Так, ну, а теперь как турику сейчас рыбку завезем. И поедем в обратный сторону. Уже домой немножечко готовится морально. Вот так, все, ребятки, мы приехали. Панду в Кавказ. А Роман Писович предложил... Чего? Это Борик. Приветствуем, передавай. Отдельно, это, политический, этот, создатель. Канал? Это что, да? Короче, два пеленгаса взял. Два пеленгаса. И скумбрию ставь размораживаться. А пеленгас можешь куда-нибудь, чтобы, ну, положить, чтобы не сильно морозить. Чтобы не сильно морозить было. Да. А ее надо разморозить. Все, Артурик, ты готов готовить? Да, это все мы будем на мангале. Пеленгас? Я думаю, пеленгас. Его почистить надо. Не, не на шампур, на сетке. Все, Борик, всем привет. Новороссийску привет. Сыктывкару привет. На дыму, ханты-мах. Всей стране. Всей стране. Все, до вечера всем. Ребята, я уехал. Все, окей. Давай. Так что, ребята, все дела сделаны. Теперь можно остаться спокойно. Все, ехать. Мы пораньше сегодня собрались, но мне надо дочу еще отвезти на танцы. У нее там подготовление к выступлению идет. Поэтому где-то в пол седьмого я закончу. Где-то в пол восьмого. Надеюсь, мы сегодня начнем пораньше до вечера. Спасибо, что со мной покатались и сопроводили нас. И Борику, спасибо, что приехал. Новороссийску огромнейший привет. И Серега, и тебе, и твоей семье. Вообще вам всем, друзья, огромнейший привет от меня. Не забывайте нас. Лайк, лайк, поддержка. И комментарии ваши ждете ли вы вечернего вечера. И предлагайте вам что-то еще хотите увидеть. Может быть, какой-то калитет, как нам ее заварить, пожарить. Ну, в общем, все. Пока.